О том, что разделяет нас, не как сектанты. Давайте говорить о том, что нас объединяет. Об этом не надо говорить, что это уже объединяет нас. Мы верим в Библию. Сегодня акция идет везде, а порочи в синодальный перевод. Этого не было, сколько я помню. Я знаю, что этого не было 140 лет. То есть наступил момент на синодальный, там пишут в нем тысячи ошибок, тысячи уже. То есть считать только на тысячи. Хотя ни одного слова провернуть никому не удастся. Он не просто один из лучших, а самый лучший в мире перевод за всю историю. Везде переводили, как это один человек, Херальевский, Донбасский или Мартини Льюитер. Везде четыре духовные академии. Люди с громадной ученостью, как Хвольсон, Давид Аврамович, еврей крещённый, доктор феологических, ну, в Лепсиге, ну, то есть папский. Учебники для еврейских школ писал, учебники. У нас кто может написать учебники? Я не знаю. Просто не знаю таких. Интересный случай, я отвлекусь. На суде у меня был. Судья спрашивает. Вот вы, там, Генри Генрихович, это отца Геннадия Паса, так, были преподавателем в Томском университете и другое. В Лапкино нет этого гуманитарного образования. А почему именно он снабжал вас сил? Он говорит, знаете, гражданин судья, дело в том, что я преподавал, а учебники я не писал. Учебники пишут другие люди. Я поготово к учебникам преподавал. Так и здесь, кому что дано. Понятно? Когда он, например, книгу издал, песни, песни по святым отцам, я назвал книгу столетия. И меня спрашивают, вот эти Уды его, а вы могли бы написать никогда? Мы разные в вопросе образования. Вот елку ставят, и бывает на вершине, там горит звезда, добавят внизу, там что-то такое. Я в самом низу. У меня нет образования. И это мое преимущество. Меня никто не корежил, не выгонял в эти рамки. Я сам разбирался, смотрел их. И никогда не переоценивал свои возможности. Никогда. Я переводил книги с других языков. Книги. Переводческой деятельностью занимался. Мне это дано было. Но я всегда считал, что если я находил материал этот, переведенный кем-то, там Борис Леонидович Парстарнак, или кто-то, я всегда считал, что мой хуже. То есть недостаток знания. Никогда, ни разу, нигде Бог не дал мне возвыситься над кем-то. Нет. Относительно того, что они не знают, о чем говорить, это другой вопрос. У них глубокой веры нет, рождения духовного нет. У Пушкина они там три стихотворения всего. А основное, шорох платья, драки, дуэли, дури всякая, ветер вьюки. И вот одному дано, другому дано повторить это. Я у Златоуса, что сравнить, у меня везде и фильм, и Златоуса с потеряем кинозном, и прозвище там, и Златоус. Какой я Златоус? Ну, в виде насмешки только, так. Или там Андрей Акураев, меня самым знаменитым, там великим считать. Я никогда этого не считал. Я просто живу этим. Мне не надо надуваться, вспоминать слова, что они означают, антологические, там вот это, нахватается, и суетит. Мне не надо это. Я знаю Христа и молюсь. Моя сила, моя радость, это общение со Христом. Со Христом, как с Богом, как с Искупителем. Вот. И когда кто-то что-то говорит, мы определенную тему назначили, я уже должен смотреть на самый конец. Имею ли я возможность, право понять до конца данную тему, и там сказать, я, как правило, привожу святых отцов. Вот Андрей Акураев говорит, знаете, ей свое берет, он поднял пласты, которые мы забыли. Ну, берет не о многом, а только там о мощах. Вчера приезжали к нам, я и так не знаю, кто она, видимо, из района, и еще две женщины. И вот, говорили о том, чтобы школы у нас не было, учить можно по интернету. Я там еще не слышал, я дома заново все. Я снимать снимал, а слышать не слышал. Слова сливаются, и ты тоже что-то сказал? Глупость. А? Глупость сказал. Как поет этот, растопите мне баньку по белому высоске, беспросветную глупость мою. И как ты мог встать в этот разговор, когда здесь идет разговор батюшка, и для чего ты это сделал? Какое тебе было чувство, что ты скажешь, что, чего они не знают, да? Открытие какое-то дело. Желание было помочь, а не смотрел, что за этим словом. Наоборот, встал на сторону их, врагов, этим выражением. Потому что ты замысла, батюшки, не мог проглядеть. Недавно. Недавно, и как ты дашь? Вот у меня нет музыкального. Но мотив я запоминаю, говорю, мне говорят, да вы прям передаете мотив, там я могу проблечать, там и Бетховена, и Павла Насадинского, там ну разные какие-то такие есть, на сопках Маньчжури, ну что-то простое. Ты до конца даже и не знал, что батюшка, хочет. Вчера, это редкий случай, был он, позвонил мне, и чем занимаешься? Да что я занимаюсь? Как обычно, пришел, где сначала, на скворечнике? Ну, занимаюсь, а то, что вы снимали, мне надо быстрее обработать, подписать. Заголовок дать тоже, это надо, все варианты перебрать. Нужно поговорить, приезжать. Я все бросил на велосипед и к нему, а он сено накосил, и я подхожу, он упал в сено, уложился рядом. И поговорили. Он об этом случае и дальше все рассказал, как это было. Я и не знал, что ты сказал. Этого делать нельзя. Это дело заглаживать придется не один день. твои слова. А они вообще по делу-то никакого отношения не имеют. Это просто, ну, гряпую. Они даже действительности не соответствуют. Ну, не надо этого делать. Нигде не вылазьте. Если батюшка говорит, все, только молиться, вот я снимал и все время молился, чтобы те стороны, эти, сказали, как положено. Я на улице только сказал, когда закончилось. Я говорю, это же все программа масонов. быдло сделать, школа закрывают. Родился новый у кого-то сыночек, ему нужно место. Я говорю, денег-то нет в бюджете. Придумай, где деньги взять. А как где? Бензин. Ну, бензин уже поделили. Шофера берут бензин. О, на шоферов наложить? На дальнобойщику. Там едут и едут, тысячи фур. И с каждого километра брать два рубля. С каждого километра там сколько? Сын миллиардера. Он ему денег дает. Сынок сам найди. И вот теперь бунтуют, они перекрывают дороги. Не было. Ну, платим за дороги, платим страховки, все. Сын родился, ему надо быть миллиардером. Молчать! Быдло! Вот они что говорят. Молчать. А они через закон лоббируют, то есть продвигают свои интересы. Депутаты каждому услуг. Сколько депутат не получаете? Сколько? Ну, полтора миллиона. Одному другому. Проголосуйте все. Полтора миллиона. Он в первом году уже собирает почти 30 миллиардов рублей. Он все оправдал и дальше. А банковать это на их стороне закона не будет. Закон принятый. Полиция, суды на нашей стороне. Давай, сынок, правильная мысль твоя. Я знаю это за кулису. Я знаю нацию, это все. Чем они занимаются? Деньги, банкиры. Больше никуда не выйдешь-то. Все они, Березовские, Ильси Абрамович, они из одного гнезда. И он не знает, куда идти. Школу построить нельзя. А там пятиэтажные яхты строить можно, клуб челси там какой, челси там купить можно. Это футболисты, он им платит там, они играют там, может быть, раз в год. Ему это не надо. В Черногории купил там какой-то веткой конструкции, что-то там, здание трехэтажное или что-то. И в каждом государстве. Он не знает, что делать. Единственное, что ты можешь сделать, оправдавши перед Богом, одна день назад я не на воровле были. Борис Абрамович не послушался. Его роковая ошибка была, что он Путина поднял голос. Кто поднимал голос, все исчезали. Все до одного. Ни одного нету, который пытался опорочить его и системы его. Ни одного нет живого. Почему? Я не толкую. Я просто не могу этого не говорить. Он был против, да, как и Илюхин после Зюганова КПРМ главный. Суд против Путина на скамью подсудимых. Рисуют его за решеткой, а он уже в могиле. И сейчас снимки идут, а уже кто это поднимал, уже в могиле. Не болел, нет, не болел. Отличное здоровье было. Только недавно проходил там медкомиссию. Все кончилось. Нету. Почему? Они не тем путем идут. А против Путина воевать надо? Против евреев? Против мусульман? Надо. Ответ один, надо. Восхитательный знак. Но как? Как, когда видишь, я не делаю это неправильно и стать им лучше. Воевать как против их недостатков, не против человека. Как молитвой? Молитесь за старей начальствующих. У меня дня не было, чтобы я за них не молился. И Дональда, и это был Барак Обама, за него молились, и Ардогеном поминаем, Армана Тулеева. Вот так нет? Да. Это мы молимся и просим мира в первую очередь Израилю, Россию, Украине, Сирии, где нет войны. Все, это моя война. Это оружие против сатана. Сатана разжигает воинам. Почему? На войне убивает. А он, говорит, человеку убийца и лжец. Человеку убийца и дьявол. И убийца, который дьявол в отродье. А как? Пост и молитва. Молитва и пост. На первом месте молитва. Пост помогает. Вот вчерашний день как раз показал, что надо бодрствовать. Я говорю, стоит ли говорить? Да нет. То же сказали. Вроде переживает. Батюшка тоже переживает. Мне надо этого делать. Я всегда говорил, если что-то надо сказать, в письменном виде бумажку. Вот вопрос такой-то поднимите. Согласен? Да. Но ты снимал, тем более ты занят. Или снимающий и голос подал. А кто ожидал, что ты скажешь нет? Просто сатана подкусил, подножку дал. Испреннее покаяние перед Богом больше. Последствий может быть никаких. Мы молимся. Вот почему. Бог нейтрализует эти слова твои. И будут искать. А что же он такое сказал? Смотря в каком ракурсе. Ты думал помочь кому-то, но не зная конечный результат, получилось потянул веревку в другую сторону. В сторону врага. Этого никак не знал. Понятно? Понятно. Теперь мне возвращаемся. Теперь я за тебя привозь. Почему ты никогда не советуешься? Сейчас иду, возле дома насыпана соль. Ну, соль. Я вижу соль. Носит она на отмостке. Думал, думал. Что они здесь? Сделали лук, солили? Нет. Тут чеснок лежал? Нет. Не мог догадаться. То есть моих шариков не хватает. Я пришел, еще ответила. Я ответила, что Надежда Васильевна с Колей посыпали солью. Но дело было так. Мы сидели и кушали. Мы кушали и ели. Да, ели. Значит, мы сидели и ели. Значит, Коля зашел и сказал, Игнатий Тихонович говорил, чтобы полить кипятком муравьев. Я говорил, так уничтожаем. Никому не говорил этого. Ну, он, видать, неправильно выразился. Не надо ребенок в первом классе уходить. С чем выражаться его? Я сказал, мы в лагере уничтожали так. Маленько я посолю в воду, кипяток прямо заливаем и все, и больше нет их. Да, ну, значит, он говорит, надо кипятком их ошпарить. Я говорю, нет, кипятком ты ошпаривать их не будешь. Сейчас покушаем и сделаем. Опять покушаем. Поедим и сделаем. Поедим. Так, но я-то приходил за это время. Почему не подошла, не сказала? вы уже ушли. Вы работать ушли. Точно так же делает Надежда Васильевна. Но мы ели, мы за столом ели, поэтому мы не выходили. Надежда Васильевна поела, я даже не видела. Надежда Васильевна поела, взяла с полей соли, пошли посыпали. Почему? Потому что она с тобой одинаковая. Вот я ей наказываю, у нее ничего нет. Вот Володя у меня ходит по двору, она видит. Как только, тогда Витя Савченко, а Витя, только Владимир скатился, она сразу же, а мне сахар нужен. Я ничем не распоряжаюсь. Я при жизни отдал все, что у меня есть, другим. А не распоряжаюсь. Почему ей нужен конфликт? Ее сатана все время подбуждают, у нее неправильно пищеварение идет, все, пока она не законфликтует. Вчера, кто зашел, сказал, говорит, электрики приехали, они зашли, глушков. Кто сказал? Поэтому сейчас пойдут сюда. Я сел за стол и сразу поставил колю, смотрю, а она сидела за столом. Она слышала об электрике, слышала о глушкове и видела, что я пошел и сама не с места не двигалась. Так было? Так. Так, теперь, когда я сказал, что ты сидишь, ты не скорее. Теперь то, что я сказал, ей надо это опровергнуть, она не терпит этого. Тебя человек ждет на крыльце, они издалека приехали. Нет, она пока до конца не выкачает из себя, желчь она не пойдет. Я ее прогоняю, ну иди скорее, бегом, беги, я же вышел с ним навстречу, он идет, и мы прям вместе в калитку вошли. Нет, раз я сказал, ей надо что-то врезать назад, а врезать-то нечем. ее выгнать. Сидим, едим, и мы говорим, полтарелки съесть, вдруг появляется там во дворе, шла, она спряталась, сидела. Она может причин тысячи дать, но она такая же, как ты. Как только меня нет, ты знаешь, ты топишь неправильно, сейчас еще тепло, не топи. Печку не заправляй. Ты поняла? Поняла, повтори. Не топить и не заправлять печку. Ну все, она пошла. Я уже знаю, она сейчас заправляет печку. Не топи, пока я не вернусь. А нам вместе будем топить и у нас разные трубы. Хватит. Хорошо. Она, как ты, хорошо? Хорошо, ты любишь говорить это слово, хорошо. Окей. All right. Они, ничего хорошего. Я отошел до храма и ставлю, смотрю, дым уже из трубы ее валит. Она Бога не боится. Она за стол, даже вот матушка, садятся, они почему-то обедят. Вот она на стол, падает и все. Полвека. Сиди правильно. Коля сидит правильно, кусочек. Ну, учу их, не учу их. Жена слава мужа. Она бесчестит меня этим. А вы говорите, не бесчестите. Нет, я ставлю на место. Я ей говорил уже это, ну, меньше как тысячу раз. Сядь прямо. И вот она тут уже подсуседилась. Она уже сказала. Теперь дальше. Как соль у нее в руках оказалась? Я не знаю, я сидела, ела. Так же. Ну, они, наверное, насыпали соль, вышли и посыпали. К ней соль не ее, двор не ее, муравьи к ней не относятся. Но она будет делать, потому что нас нету. Ей надо показать, что глупость. Беспросветная глупость. Беспросветная. Женщина хуже смерти. Через нее все мы умираем. Ты запомни это. У тебя нет головы. Снег, я был неверующий, уже тысячу и два раза разбился бы. Она мнет, но ничего не может сделать. Ни разу, нигде, никогда. И даже я сказал, давай, вот сейчас ты до обеда главенство будешь иметь. Ты говоришь, я тебя не выслушаю. Садись, все, я слушаю. Помолился, сел. у меня голова вообще не болит никогда. Не болит и все. Сердце бывает так, потому что я работаю буквально на износ. А тут, как разболелась голова, то, что я сидел, слушал эту пакость всякую. Я ей тогда говорю, напиши. Приходишь ко мне без обвинения и без оправдания. Напиши. Она приходит, садись, сегодня написано, без обвинения, без оправдания. Чтобы ты не обвиняла и не оправдывалась. Ты жена. Учить не позволяй, не властвовать над Божьей. Не властвуй, не быть подкабущим, подкабущим, и кивеном перед Богом. Властвовать, жале не позволяй. Она намного глупее. Минимум 25% такой не хватает. И вот посмотрел сегодня, какое дело не возьмусь у тебя, ты везде самостоятельная. Это, как правило, делают разведенки. Все, сама. Я тебе показываю шторки как. Ты знаешь, палочки начинаешь дергать, дергать, дергать. Ну не меньше 20 раз надо дергать. Я еще столько раз. Я забил гвоздь на 200, не давал никому вырывать его. Только шторку раз закинул. Нам никакой красоты не надо. Нам нужно, чтобы закрыто было. Когда в коридоре свет или где-то горит утром, чтобы эта шторка была закрыта, в нее прямой свет попадает, раз видно. Тут соображать надо. Ну и когда ты узнала, что они посыпали? Я узнала, когда я тогда, когда вышла выливать, посуду помыла и пошла выливать воду. Еще сказала или нет? Даже у тебя заранее могу сказать? Нет, конечно. Сделали все как положено. То есть это фактически ты сделала. Ты. Это твой сын, твое щадо. Я был здесь. Утром был. А про муромьев мы говорили, может быть, полмесяца назад. И он вовремя вспомнил. Ничего не помнит, это вспомнил. Почему? Сатана эту комбинацию составил. Легенда есть. И теперь что? А теперь так понял. Вот у нас здесь вот Саша. Он, как говорят, любил там, или как, какил. А я-то его знаю с детства, характер, все знаю. И его знаю. Он мне, внучатка по Надежде Васильевне, племянника, сын. Знаю биографию у всех. За что, где, кто сидел. И все это с грехом связано. И он, маленький был тоже такой же. И как-то коснулся разговора. Но я возьми там разговорик, скажи, вот по твоему-то характеру тебе как раз такая и нужна. Она тебя будет осаживать. То есть, она не конфетка в обертке. У нее характер как раз и тебя. Он приходит к бабе Лене и говорит, Игнатий Тихонович благословил меня жениться. Как я благословил? Это же не, даже, я сказал, что раз ты уже не уходишь, ему и мать ее уговаривала его. У тебя в армии не служил еще. Специальности нет. Где-то же жить надо будет. Вот. Так дело идет. Дальше-то ты узнала, что насыпано. Ты забеспокоилась, что вы без разрешения сделали. Соль взяли здесь. Она не из дома принесла. А соль моя. А мне подарили ее для лагеря благотворительной помощи, а не мурашей вторых. Нет. Ты не забеспокоилась. Почему? Сошлось с тем, что ты думала. Вот почему. А ты вот, он говорит, не понимал глупость. Хорошо ктирая руки. А точно такая глупость и здесь. Вот ты в огороде копаешься, я гляжу, зашел в комнате, туда-сюда вышел, нигде никого нет. Ты даже не знаешь, что такое подпереть. Ты рядом хотя бы паночку, ведро снаружи поставил, отберег не открыто. У тебя на этом порошинки нету. То есть открытое ворота сатане. Ты копаешься рядом, и за углом, тебе дверь даже не видать это. Я из двери вышел в сторону, тогда так и гляжу, ты с матушкой. Я говорю, дома никого нет. Я ухаживаю, ты даже не шелохнулась. Продолжаешь стоять. То есть для тебя открытые двери, приходят люди, выносят тебя, разности нет, трава. Ты понимаешь, какая ты? Ты еще надеяешься-то. Двери открыто, никого нет. А что ты рядом находишься, или на расстоянии километра, разницы нет. Но ты не видишь, кто зашел, кто вышел. Это Надежда Васильевна точно такая же. Живем в Никитина 137, квартира 1. Никитинская улица Покровский собор. Тут движение, ну, одна из известных улиц где-то. Захожу, на троэтаж прошел, комнаты нету ее. Никого нету, вышел, где же у меня? Двери открыты, а тут люди приходят, хормуты. Дом как бы, хотя же. Пошел вокруг дома, там маленький-маленький у нас еще и был, я не знаю, там руками захватить, а она там копается. Так как же доктор открыт? Ну, я рядом. Даже дурой назвать нельзя. Она рядом. Ну, я зашел, вышел, ты видел меня? Ну, как ты можешь видеть, когда надо по улицу пройти, войти во двор, и с той стороны дома, там, за заросами, а я рядом. И это у нее даже нищего не значит. А я рядом. Ты понимаешь, есть женский ум какой? И особенно он трухлявый, когда верующие делаются. Она тогда вообще виновная перед Богом, перед Евангелием, везде. это твоя состояние. Я ухожу только один наказ. Никому не открывай. Никому, если свой, скажи, чтобы дождались меня. Ты запустишь чужого. И будешь, ой, я думал, это ты. Она думала. Да она не думала, она привыкла думать. Не думай. Не открывай. Голоса не подавай. У меня ключ, я зайду сам открою. К нам больше никто сегодня не придет. Откроет. Открыла. Заходят два здоровых мужика. Она одна дома, баба. Дверь закрыл, за собой. Даша, что будет-то? Зачем же ты открыла? А я думала. Это слово я думала, говорила уже много раз. Я тебе каждый раз отвечал. Думать не надо, выполняй. Людей запустила, запустила. Что они делали? Ну, они ходили, все фотографировали. По тем временам фотографировали. Я знаю, это искребы были. И они уже знают дурость моей жены. И они туда зашли. Зачем ты запустила? Зачем ты поверила? У них такие были проколы, их даже выразить нельзя. Вот мы живем на квартире. А зачем поминать? Чтобы мы не повторили. Моисей не скрывал о том, что вот они пошли, там зашли и убили столько-то. Теперь переколотили своих, что Ахан сделал. Это наш израильский народ. И здесь та же самая Петрушка. Мы живем на Франсине Михайловне одной, а она у кого-то там ездила в Почаево. Дали книгу и, кажется, иллюстрациями Густава Доррея. Она интересная. И что там за книга? Сейчас не знаю. Путешествие с Жором Буинян Билигримом. Путешествие. Ну что-то такое. Книга редкая. Надежда Васильевна без моего разрешения у нее берет. Пошла к Машине Мужковой. Далеко, она в другом месте космонавта, улица. Мыться. Мыться там надо было где-то. Книгу берет с собой. Зачем? А та? Надя, оставь. Я тут, я не худая, я тут одна, и только я хотела бы сама посмотреть. Все без совета со мной. Она оставляет. Хозяйка еще ничего не знает. Ну, не на квартире живем. На квартире. Она верующая. Маша уходит из дома и квартира, видимо, не закрыта или дала ключ тому человеку. Мужчина. Он пришел, никого нету, которого ни Надежда Васильевна не знает, ни я. Посмотрел, на столе лежит книга. Он посмотрел, понял, книга редкая. Он ее под вышки ушел. Теперь Надя подозревается. Маша, а где книга? Книги нет. Даже Николай Иванович заходил. Какой Николай Иванович? Да тут один такой сработает. Да как же так? Это же книга. Нет книги. К нему он не отдает. Хозяйка теперь спрашивает книгу. А книги-то нету. Надежда Васильевна. Да нет, я сегодня, завтра, завтра, послезавтра нету. А ей надо ехать и отвезти книгу. Ты понимаешь, такая канитель. А, не зря говорили вы баптисты. Здесь пошла уже хула сплошная. А, вот так вы у меня ее выманули. Я ей в то время достать Библию это было невозможно. Я ей Библию вложил на стол большого формата патриаршего издания. Возьмите Библию только, чтобы куленя не было. Я приложу еще пять стоимости Библии. Только не надо, ничего нету. Нету. Нет, вы украли книгу. Верните книгу. Ей книгу надо. А где я возьму книгу-то? Я не человек. Это на ее совести, на сегодняшний день. Люди уже все те и другие умеры. Я это все помню. Почему? Во-первых, без разрешения ничего не делал. Вот я живу 50 лет вместе. И она где-то что-то пишет там. Если две буквы стоят где-то на бумажке, я эту бумажку отложу в сторону. Что-то написала. Может, знак какой дает. Я не выброшу бумажку. А ей ничего не стоит. Она может выбросить. Ей ничего не стоит. Начинает мусор жечь. Она же у меня такое не сделали. У меня покупать книгу, дали денег, то другое. Они не проверили. Все в печку сожгли. 65 тысяч. А по тем временам 65, а с этим 100 тысяч. Поняла? Да. Ваша самость, вот эта вот, она не от Бога, не от человеков. Вы легко забытьте разговор со змеем. Еще Адама недостаточно шеи было. Адам старше ее был. Насколько мы не знаем. И Адам был пророком, говорит Анатолуста. Он давал имена зверям, она никому не давала. Она же змея не могла отличить от дьявола. И когда сегодня говорят учить, жене не позволяй. Почему? Ибо не Адам, но Ева впала в преступление. Ева. А при чем тут Ева? Зачем ты рассуждаешь? Павел уже дал объяснение. Ты от Евы, все. Но я не такая, я верующая, обещающаясь каждый день, пять раз. Ты можешь сколько угодно говорить, от Ева. И Павел другого довода не делает, потому что есть женщины умные. Руководители, как Маргарет Тетчер, Елисавета, Екатерина в России были императрицы. Понимаешь, хочешь что-нибудь? Я понимаю. Так зачем вы лезете? Зачем ты все время, я тебя уже ловлю почти на каждом шагу, самостоятельно. Я хожу рядом, ни вопроса, нищего, нищего, как только за бед, ты начинаешь, ты привыкла, тебе отостатус твоя Надежда Васильевна, точно так же. И вам покориться мужу, это унижение. Вы мыслите о себе высокоумие, а у Мишка-то там, если бы поговорка-то вышла, курица не птица, а дальше как? Не знаю. А баба не человек, терра не человек. Она человек, это поговорка, то есть волос длинный, а ум короткий, что ты не знаешь, пищи, поговорки. Сделано неправильно, и так, и вывода никакого нет. Ты сама на себя наложи какую-то эпитерию, какое-то наказание. Я не могу сказать, ты, мама, не слушайся. Ты ему сегодня скажешь, он будет всю территорию, всю соль рассыпет. Ему какая разница? Ребенок несмысленный. Ты маленько сам соображаешь, что делаешь. Гляди маленько, ты мужчина. Охраняй свою мать от советчиков недобрых. Хороший урок? Хороший. Слава Богу за все. Смотри, не лукарь. Видите, вчера не было замечаний ни одного. Пришел, поднялся и ушел вовремя. Вы все там сделали. Вашу работу принял, Игорь? Сам лично, нет. Мы ему просто подошли, сказали, он там трактором занимался. А внизу, где там, и дырки там, где долбили, там как? Земля. Мы просто присыпали, вот так вот, и лист железа перекрыл эту часть. Ну вот так сегодня. Все на этом. Ступайте с Богом. Пока к Роману, а дальше там, и вы будете. Будет. Бог.